Здравствуйте! Меня зовут Самаленькая Наталья. Идею сегодняшнего выпуска нам подсказала одна из зрительниц, оставив под роликом следующий комментарий и вопрос. Цитата. В прошлом году купила маленькие туи в контейнерах. Высадила путем перевалки в грунт. Весной случайно выкопала одно. Разорвала корни, а там желтые яйца. Много. Что это я такое выкопала? Когда выкопала остальные, там то же самое. Наверное, нет ни одного садовода, который хотя бы раз на них не натыкался. На эти загадочные яйца. Чаще всего это происходит, когда растение погибает. Вы его выкапываете, препарируете корневой ком. И, естественно, первое, что приходит на ум, это то, что перед вами яйца каких-то страшных насекомых. Подозрение усиливается, когда при надавливании подозрительный шарик лопается, словно скорлупа. И оттуда выливается вязкая жидкость. Они живые. У него опытного садовода начинается легкая паника и страх за остальные посадки. А вдруг он собственными руками занес страшного и наземного зверя. И теперь придется все сжечь. Почему-то мне кажется, что многие сейчас улыбаются, вспоминая себя в таких ситуациях. Правда? Это теперь вы знаете, что эти самые маслянистые шарики не имеют никакого отношения к яйцам-вредителям. А когда первый раз их увидели, то, конечно, испугались. И уверение продавцов растений, что это всего лишь удобрение, не поколебали вашей уверенности в том, что растение чем-то заражено. Ведь оно почему-то погибло. И вот он, виновник гибели растения. А это действительно всего лишь удобрение. Причем настолько интересное, что заслуживает отдельного рассказа. Это удобрение пролонгированного действия. На рынке существует уже более 50 лет и называется оно осмокот. Такое название оно получило, так как работает по принципу осмоса. Осмос в переводе с греческого – толчок, давление. Процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону большей концентрации растворенного вещества. Осмокот – это долгоиграющее удобрение с контролируемым высвобождением элементов питания через мембранную оболочку. Питательные вещества собраны в капсулы, покрытые специальной водопроницаемой оболочкой, благодаря которой они постепенно поступают в почву под действием воды и тепла. Каждая капсула содержит как макро, так и микроэлементы, так необходимые нашим растениям. Эти удобрения используются, как правило, при контейнерном выращивании или когда родной грунт песчаный, так как исключается их быстрое вымывание из почвы. Осмокот попадает в субстрат, вода проникает через полупроницаемую оболочку и начинает растворять элементы питания, содержащиеся в грануле. Уже после частичного растворения элементов питания начинается их высвобождение за счет разницы осматического давления внутри и снаружи гранулы. Высвобождение элементов питания из гранул происходит только при температуре выше 0 градусов. Интересно, что при более высокой температуре элементы питания высвобождаются быстрее, при более низкой температуре они высвобождаются медленнее, в полном соответствии с потребностями растения в питании. Показатель pH, богатство или бедность почвенных грибов и бактерий, состав воды никак не влияет на высвобождение элементов. Значение имеет только температура. Это делает осмокот незаменимым для контейнерного озеленения. В открытом грунте это удобрение тоже может себя неплохо показать, вот только не вижу в этом смысла. Само по себе это не самое дешевое удобрение, и можно обойтись чем-то более приемлемым по цене. И раз уж затронули тему удобрений, то хочется сказать еще несколько слов про минеральное удобрение, с которыми вы столкнетесь в магазинах. Я знаю, что многие садоводы, к большому сожалению, озеленители выбирают удобрение по принципу красивой упаковки. И это, с одной стороны, логично. Нужно покормить хвойные. Пришли в магазин и купили удобрение для хвойных. Нужно покормить розы. Вот, пожалуйста, удобрение для роз. И так далее. Но на практике все не так просто. Для примера, вот состав удобрения для хвойных от четырех разных фирм. Согласитесь, состав везде очень разный. При этом все обещают нам красивые и здоровые растения. Смешно? А мне вот не очень. А вот еще одно удобрение. Найдите-ка 10 отличий. Одинаковая упаковка, одинаковая фасовка, одна фирма. Вот только состав принципиально разный. Посмотрите, в одном случае это азот плюс магний, а во втором серый и магний. Эффект, производимый удобрением, примерно одинаковый. А вот последствия могут быть совсем разными. В первом случае вы получаете большие приросты и изумрудную хвою. А во втором приросты немного меньше. Но цвет и размер хвои выше всех похвал. Вот только если вы живете в климате с короткой вегетацией, такое количество азота для хвойных может привести к их отмерзанию. Или даже вымерзанию целиком. Хвойным столько азота не надо. Если вы думаете, что первый вариант подделка, то ошибаетесь. Мы обратились за разъяснениями к самому производителю. И вот такой ответ получили. Если уж крупная и уважаемая фирма допускает такой промах, то что уж говорить об остальных? Я ни в коем случае не хочу никого обидеть и обвинить. Просто напоминаю вам, что единственный ваш советчик должен быть не всезнающая Мария Ивановна с соседнего участка, не именитый ландшафтный дизайнер с Первого канала. И даже не я. Поверьте, я тоже ошибаюсь. И не все знаю. Ваш единственный советчик – это здравый смысл. Это единственный советчик, друг и учитель. В конце сюжета, то есть уже прямо сейчас, мы покажем состав удобрений для хвойных, декоративных и плодовых растений, которые мы считаем оптимальным для Ленинградской области. Может, вам это пригодится. А на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok